Встреча с Ирина Камышева Привет! Об этом подробно расскажу вам я, Сергей Журавлев. На сельский округ Тогайскулук обрушился град. За 15 минут непогода натворила немало бед. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Ноу-хау по Карагандинске. В шахтерской столице запущена линия по производству гофрированных полипропиленовых труб. Это же горячая тема для Казахстана. И с помощью вот такой высокотехнологической новой трубы, на которой срок эксплуатации не менее 50 лет, мы, собственно, хотим войти в рынок Казахстана. Сильнейший град обрушился на поселок Ботакара и село Каракудук. Градины до 5 сантиметров ломали ветви деревьев, били стекла в домах. К счастью, пострадавших не было. Сергей Высокосов с подробностями. Синоптики доказали, что прогнозы погоды сбываются. 3 июля в 11 часов дня ветер разогнал дождь, но вместо него по крышам забарабанил град. Да еще какой. Страшно что-то было, прямо невыносимо. Такой град я в своей жизни видела первый раз. Такой крупный, 2-3 минуты, оно вот привело к нас все окна, стекла побило. По Ботакаре разбросанные ветки, валяются осколки стекол. Серьезно пострадали насаждения в центре поселка. Все машины, которые находились на улице, получили вмятины. Очень крупного размера град, достигал до 3-4 сантиметров диаметра града. Тем не менее, вода, электроснабжение, все коммунные службы работают в доме, отключения не было. В ЧАЭС, в скорую помощь пострадавших не поступало. Сельчане пережили немало тревожных моментов. Крупная градина летит со скоростью камня, пущенного из прощи. Попасть под такой обстрел, чревато большими неприятностями. В основном пострадали огороды, посаженные помидоры, огурцы. По нашим площадям благоустройства пострадали фонари, освещение, плафоны побило в количестве 232 штуки плафонов. Озеленение пострадало, цветы, газон посаженный побило градом. Но в течение двух дней по площадям все восстановим, в норму приведем. Как сообщили в поселковом Акимате, сельчанам беспокоиться не о чем. Специалисты обходят дома, выясняется нанесенный ущерб. В текущем году в районном бюджете предусмотрено на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций более 4 миллионов тенге. А еще существует программа «Чрезвычайный резерв» местного исполнительного органа на неотложные затраты. Это чуть больше 12 миллионов тенге. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Война соседей. Уже на протяжении года в одном из домов микрорайона «Восток-5» идут подъездные споры и судебные тяжбы. Жители дома номер 22 по улице Мамраева не могут решить, законно ли был установлен лифт и должны ли они платить за него деньги. Кто прав, кто виноват, выяснял Сергей Журавлев. Любишь кататься, люби и саночки возить. Жители дома номер 22 по улице Мамраева отказываются от своих росписей за лифт. Да, мы против лифта. Екатерина Кузнецова, жительница дома номер 22 по улице Мамраева, была изначально против установки нового лифта и не ставила подпись в договоре, ссылаясь на завышенную цену жетонов и ежемесячные выплаты в течение 7 лет. Потому что когда собирались ставить этот лифт, они говорили, что это по программе бесплатно будет лифт. А когда они поставили его и получилось так, что мы должны 7 лет платить кредит за этот лифт. 7 лет. В этом подъезде новый лифт установили в прошлом году по программе модернизации ЖКХ. Тогда все жильцы разделились на два лагеря. Кто-то был рад обновке, а кому-то не понравилось, что Акимат заставляет их оплачивать установку и стоимость самого подъемника. По мнению протестующей стороны, чиновники якобы обещали установить лифт бесплатно, а оплата за его услуги должна быть не дороже, чем у прежнего. А вот для жителей последних этажей лифт как часть жизни. Они готовы даже платить ежемесячный взнос, который, к слову, составляет порядка 2000 тенге. Возмущение соседей они не понимают. Конечно, я за лифт. Нам нужен был новый лифт, ведь старый был в плачевном состоянии. Лучше платить за новый, современный подъемник. Он чистый и удобный. Между тем прошли уже три судебных слушания по этому делу. Но, по словам жителей, их никто об этом не оповещал. Некоторым все же удалось побывать на последнем. Где суд обязал всех жильцов дома платить за лифт, судья вынес вердикт, что лифт был установлен законно. Сегодня прошло предварительное слушание по делу высокопоставленного полицейского Кинжитая Тагулова. Заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью задержали 22 января по подозрению в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. На предварительном слушании в присутствии судей был скрыт ящик с вещественными доказательствами. Было выявлено, что все документы, дискеты и видеофайлы, проходящие по этому делу, как вещдоки, уже были изъяты неизвестными лицами. Адвокаты Тагулова утверждают, что в деле их подзащитного много нарушений. К примеру, задержали Тагулова полгода назад, а следствие началось буквально на днях. Все это время никаких расследований не велось, а самих правозащитников к делу не допускали. На слушание адвокаты Тагулова подали ходатайство о признании вещественных доказательств недопустимыми. Допустим, при обозрении вещественных доказательств, поскольку у нас еще один адвокат представляет интересы Тагулова, Мусин Салимжан, поскольку он не был ознакомлен с вещественными доказательствами по мотивам того, что вещдоки поступили из прокуратуры опечатанными, их невозможно распечатать, было предложено обозреть их присутствие участников процесса. Когда внесли два ящика с вещественными доказательствами, оказалось, что они распечатаны уже кем-то. Премия рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Иссык-Куль Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыгаш. В Караганде запущена линия по производству гофрированных полипропиленовых труб. Проект не имеет аналога в республике. Ноу-хау появилось на заводе КАСПЛАС. Открывать новое производство приехало руководство города и области. Стоимость новой линии по выпуску гофрированных полипропиленовых труб – полтора миллиарда тенге. Это уже второе производство компании КАСПЛАС. Два года назад здесь был реализован проект по выпуску крупногабаритных полиэтиленовых изделий, включенные в карту индустриализации. Гофрированные трубы изготавливаются из высококачественного пропилена новой генерации на оборудовании ведущих европейских производителей. Такие изделия используют для водоснабжения, ливневой канализации, обустройства воздуховодов. Двухслойные стенки делают трубы прочными и позволяют уменьшить их вес. Срок службы, обещают производители, будет достигать 50 лет. Отечественную продукцию готовят на экспорт. Предполагается, что карагандинские гофрированные трубы будут поставлять в страны ближнего зарубежья. С открытием нового производства на Каспласте создано порядка 22 дополнительных рабочих мест. Проблемы водоотведения, водоснабжения – это, наверное, такая достаточно горячая тема для Казахстана. И с помощью вот такой высокотехнологической новой трубы, на которой срок эксплуатации не менее 50 лет, мы, собственно, хотим войти в рынок Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный банк выпустил три новые коллекционные монеты. Одна из которых – серебряная, посвященная десятилетию съезда лидеров мировых и традиционных религий, и две – из Незельбера – Колобок и Алдар-Косе. Монеты с изображением сказочных героев относятся к серии «Сказки народа Казахстана». Их номинальная стоимость – 50 тенге. Тираж обеих монет – по 100 тысяч штук. Номинал памятной монеты – 10 лет съезду лидеров мировых и традиционных религий – 500 тенге. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Таких выпущено всего 3 тысячи штук. В центральной части изображен герб Республики Казахстан, в нижней части – число 500, надпись тенге. На левом и правом секторе зеркально изображены национальные орнаменты. По окружности – надпись «Казахстан – республика на государственном языке» и «Республика Казахстан на русском языке». На оборотной стороне – реверсия. Изображен дворец мира и согласия, который находится в городе Астана. 50 выпускников детских домов получили образовательные гранты Акима области к 15-летию Астаны. Своеобразную путевку в жизнь вручили сегодня на форуме в Тимиртау. Здесь же в преддверии Дня столицы обсудили роль Карагандинского региона в становлении Астаны. В форуме приняли участие глава региона Баужан Абдишев и те, кто непосредственно участвовал в строительстве главного города Казахстана. Поистине, триумф Астаны – это триумф президента. Открывая форум, глава региона также отметил, что именно карагандинцы приняли самое активное участие в становлении столицы. За последние 15 лет в Астану переехали более 5000 карагандинцев. Предприятия строиндустрии области поставляли туда тысячи тонн цемента, пластмассовые металлические трубы, железобетонные изделия и другие строительные материалы. Детище нашего президента Астана стало символом побед и свершений народа, символом устремленности нашей Родины в будущее. Астана совершила феноменальный прорыв к современным высотам, сочиства и апогеи развития. Батирек, Ледовый дворец, дворец школьников – в строительстве этих достопримечательностей, в том числе причастны карагандинцы. Участник форума Тлеубек Едгин, в прошлом директор одной из строительных компаний. 15 лет назад они возводили Акимат Астаны, дворец спорта Казахстан, реконструировали столичный ЦУМ. С началом строительства Астаны, конечно, у нас была работа. В то время мы не думали, что вот так вот будем строить. Именно работа была, людей загружали работы, вовремя зарплату оплачивали. То есть, это был, в общем-то, триум всего нашего государства, наверное. Сегодня всех тех, кто участвовал в строительстве Астаны, отметили благодарственными письмами. А 50 выпускников детских домов в преддверии праздника удостоились образовательных грантов Акима области. Я надеюсь, что присутствующие здесь сегодня выпускники детских домов, оставшие обладателями 50 образовательных грантов, вдохновленные примером своих старших товарищей, после завершения учебы станут высококлассными специалистами и тоже внесут свой вклад в строительстве и развитие нашей замечательной столицы. Участникам форума были продемонстрированы кадры из художественного фильма «Небо моего детства», рассказывающего о детских и юношеских годах президента страны. Показали документальные кадры, повествующие об истории Астаны. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта и передаю слово своему коллеге Берику Копарову. О новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Воспитанник карагандинской школы бокса, чемпион мира по версии WBA, боксер-профессионал Геннадий Головкин, совсем недавно отправивший очередного претендента на титул в нокаут, уже готовится к следующему поединку. По словам менеджера Головкина, Геннадий вызвал на бой другого британца Мартина Мюррея. Предварительная дата назначена на 2 ноября в Нью-Йорке. Также в числе возможных соперников казахстанца называются Питер Кулин, Серхио Мартинес и Андре Уорд. Очередной еврокубковый сезон в Казахстане начинается уже сегодня. Обладатели серебряных, бронзовых медалей, а также победитель Кубка Казахстана 2012, Актубей, Иртыш и Астана, соответственно, сыграют сегодня свои первые матчи в Лиге Европы. Каждый год в самый разгар Премьер-лиги наступает момент, когда все болельщики Казахстана на время забывают о своих пристрастиях, не в едином порыве начинают болеть за все отечественные клубы, которые выступают на Евроарене. Уже сегодня Актубей сразится с армянским Ганзасаром. Дебютирующая в Еврокубках Астана встретится с болгарским клубом Ботев. Пожалуй, самый сложный соперник достался Иртышу, который померится силами с другим болгарским клубом Левский. Я помню, первый матч Лиги Чемпионов, в который выступает Караганинский Шахтер, состоится 17 июля в городе Минск. Поддержим наши команды. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова